Наценка на социально значимые товары производителей не должна превышать 15% в торговых сетях Приморья. Соответствующее соглашение будет разработано правительством края в ближайшее время. Такое поручение дал губернатор Олег Кожемяка на совещании с ведущими сельхозпроизводителями и руководителями торговых сетей края. Мы со своей стороны по мерам поддержки, если будем видеть необходимость поддержать то или иное направление, конечно будем принимать все необходимые действия со своей стороны. Так у нас будет работать штаб, он по министерствам каждый день будет мониторить. Мы будем два раза в неделю в центре управления регионом смотреть за тем деятельностью. Мы работаем с союзом предпринимателей, с Мариной Анатольевной по тем, как говорится, предложениям, которые сегодня поступают. То есть мы будем смотреть на компенсацию по банковской ставке для тех направлений, которые являются социально важными. Владелец РЭМИ Дмитрий Сулеев рассказал о запасах продуктов в торговой сети на сегодняшний день. У наших поставщиков-дистрибьюторов, которые являются дистрибьюторами крупнейших производителей продуктов питания в России и импортеров, прежде всего тех, которые на территории Приморья не производятся, естественно, все знают, что у нас производится, что нет. Запасы по их информации составляют от месяца до двух здесь на складах Приморья при нормальном ритме торговли, который мы стараемся, так сказать, поддерживать и не допускать лавинообразного увеличения потребления каких-то панических слухов. Поэтому, скорее всего, этой продукции хватит. Эта продукция, как правило, длительного спроса – это бакалея, это консервы, это соки и так далее. Что касается продукции, производимой нашими производителями, то проблем пока никаких мы не видим. Они также грузят, не говорят о том, что у них будет дефицит, цены не поднимают. Поэтому мы выдерживаем эти цены, также работаем в плановом режиме и по программе «Доступное Приморье». Цены на полках сохраняются и тем самым это позволяет нам в какой-то степени не допускать этого же ажиотажного потребления, которое, как мы знаем, было полтора года назад, в период начала панадемии, или это два года уже назад было, а также весной. Олег Кожемяк озвучил региональные меры поддержки для приморских сельхозпроизводителей. Это субсидирование процентной ставки по кредиту, приобретение техники в лизинг для производителей овощей, снижение экспортной пошлины на сою. Мы будем работать по бизнесу, по поддержке, в первую очередь, сельхозпроизводителей, компенсируем банковскую ставку. Не ожидая, когда федерация пойдет на эти меры, если она пойдет, то это дополнительно будет еще снижение. Мы со своей стороны порядка, наверное, 9-10% мы будем компенсировать сельхозпроизводителям под организацию посевной. По строительству именно социального жилья, который я перечислил, это дети-сироты, это ветхоаварийное жилье, это те обязательства, которые касались в том числе арендного жилья начатого. То есть по этим направлениям нужно предусмотреть также компенсацию банковской ставки, если предприятия будут идти на кредитование, возможно, они пойдут на кредитование, с тем, чтобы это потом не ложилось в стоимость строительства в дальнейшем. То есть тут два варианта. Они могут и в стоимость строительства вложить, а мы можем и компенсировать. Также необходимо предусмотреть компенсацию ставки по тем кредитам государственного заказа. То есть с тем, чтобы предприятия, если будут брать кредиты на выполнение своих обязательств по постройке объектов здравоохранения, образования, других социальных сфер спорта, мы со своей стороны тоже будем компенсировать. Системы образующие предприятия мы поддерживаем и будем поддерживать и Бор, и Дальполиметал, и предприятия, занимающие выпуском пищевой продукции в тех же самых рамках, в тех же самых мерах поддержки, которые были ранее. Но у каждого из вас, как говорится, большой опыт работы, у каждого из вас ответственность за свои коллективы, каждый должен смотреть и строить свою политику, исходя из сложившейся ситуации, спокойно, взвешенно. По словам губернатора, спекуляция на рынке в нынешних условиях недопустима. Правительство края ежедневно контролирует уровень цен на продукты в магазинах. В случае их необоснованного повышения нужно сообщать в Федеральную антимонопольную службу. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.